Генеральный спонсор передачи – магазин косметики Skin Time. Ваша красота – наша работа. Это понедельник, это наше любимое время суток. Это наша любимая программа «Город женщин». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы решили сегодня подхватить тему пятницы. Наши коллеги развили тему тайм-менеджмента, по-моему, но мы решили посмотреть с другой стороны на эту проблему. Мы задались вопросом, кто ворует наше время. Вот с этим вопросом я обращусь к хозяйке нашей вкусной шкатулки Ирине Дегтяревой. Ворует ли кто-то твое время? Ну, как общеизвестно, ворует у нас время три вещи самые основные – интернет, компьютер и телевидение. Но телевидение, я думаю, смотрят все. И самое главное – нашу передачу «Город женщин». Остальное можно и не смотреть. Вот уже маленький секрет нового. Мы открыли, как сэкономить время. Все самое важное, конечно, у нас. Но все-таки Александра, наш коуч-тренер, я надеюсь, что Александра Иванова нам какие-то даст советы, а самое главное – раскроет самое важное. Как же сделать так, чтобы не воровали наше время? Сегодня у нас будет целое детективное расследование. Мы узнаем, кто похищает наше время. Мы выследим этих коварных хронофагов и обезвредим. В ожидании этого замечательного момента не переключайтесь никуда. Самое интересное, что никогда бы не подумала, что хозяйка у нашей вкусной шкатулки может что-то отвлекать от ее привлекательного, замечательного занятия. Она так вкусно кормит нас по понедельникам. Я представляю, как это происходит в другие дни недели. Я представляю, сколько у тебя друзей по, так сказать, по твоему занятию, по состоянию духа, родственных душ есть. Но, тем не менее, я действительно полагала, что ты смотришь не телевидение, но интернет. Во-первых, там есть все. Любимые телепередачи, сериалы. А главное – рецепты, которые ты потом реализуешь. Интернет напрямую связан с моей работой. Поэтому интернет для меня – это все. Понятно. То есть надо полагать, что тут стол, тут такой планшет стоит, и она одной рукой помешивая, другой рукой перелистывая. И так это происходит. Можно и так. И это современная кухня. Саша, ну, я полагаю, гороскоп – это не та рубрика, которая у нас отнимет много времени. Но как ты думаешь, гороскоп – это вор времени или все-таки не вор? Если для человека это дает какую-то уверенность в завтрашнем дне, будем считать, что это поддержка. Отлично. Отличное мнение. Поэтому приглашаем Риту Макарову. Рита Макарова нам и расскажет о том, что же ждать от дня сегодняшнего. Спонсор рубрики «Студия пространства». Наконец-то свои двери для нас открывает долгожданная новая неделя. Пришло время что-то поменять в своей жизни. А что именно, подскажет гороскоп. Можете верить, а можете нет. Но прислушаться к советам никогда не помешает. Овны. В последние денечки октября вам захочется выйти из зоны комфорта и отправиться на поиски настоящих приключений. Но даже холод за окном не помешает вашему желанию. Тельцы. Пришло время распрощаться с прошлыми обидами и возобновить общение с теми, с кем давненько не виделись. Смело набирайте номер, чтобы позвонить и сказать, как вы соскучились. Алло, привет! Близнецы. Возможно, у вас появится какой-нибудь тайный поклонник, который будет радовать вас своими подарками. Но не спешите их отвергать. Дождитесь момента, когда все карты будут раскрыты. Вдруг это тот самый, ну, который особенный. Раки. Домашние заботы могут поглотить вас полностью и изрядно утомить. Не забывайте о себе и займитесь любимым делом. Львы. Как говорится, нет худа без добра. Не расстраивайтесь, ведь любой минус можно превратить в огромный плюс. Девы. Вам захочется больше внимания, чтобы вами восхищались и просто не отрывали глаз. Хорошее желание, но помните о внешнем виде, особенно о каблуках. Весы. Не спешите от всего безжалостно избавляться, а тем более отрезать. Иногда нужно проявить малость терпения, и тогда все получится. Скорпионы. А вы наоборот, не бойтесь начинать все с чистого листа, ведь всегда есть возможность наполнить его самостоятельно позитивом, который обязательно приведет вас к успеху. Стрельцы. Не спешите экспериментировать с внешностью и кардинально ее менять. Импульсивно принятые решения сейчас точно ни к чему. Лучше все оставить так, как есть, ведь вы и так прекрасны. Козероги. Хватит контролировать время. Помните, что счастливые-то часов не наблюдают. Порой нужно просто расслабиться и плыть по течению. Главное, с хорошим настроением. Водолеи. Вас давно заждались театры и выставки. Расширяйте свой кругозор и будьте открыты для всего нового. Появится возможность познакомиться с новыми и интересными людьми. Рыбы. Не молчите и смело высказывайте свое мнение. Возможно, именно сейчас вы добьетесь повышения, проявив немножечко фантазии. В этом направлении вы можете стать номером один. Дорогие телезрители, как всегда, желаю вам продуктивной недели. Все обязательно получится. До встречи на следующей неделе в этой же рубрике. Да, когда гороскоп хорош, язык не повернется сказать, что это пустая трата времени. Ни в коем случае. Мне понравился гороскоп. Саша, ну ты обещала нам расследование. Я жду не терпения. Начинаем. Ирина, иди к нам поближе. Ой, с удовольствием. Я чувствую, мы сейчас будем трио детективом. Да. Женского полу. Девочки, вот смотрите. Этот золотой песок – это символ времени. Помните, как долго тянулось это время в детстве, когда ты чистишь зубы или делаешь какую-то процедуру? Когда ждешь Нового года. И как быстро время стало мчаться, когда ты вырос? Да, есть такое дело. Вы знаете, вот сейчас, если посмотреть, сколько, ну так вот в перспективе лет осталось жить, то получается, что от своего жизненного пирога я уже половину отъела. А задач еще очень много. Задачи очень важные. Задачи такие, что масштаб их захватывает дух. И поэтому смотреть на то, как это время утекает, да, вот пусть это… Жалко до слез. Безвозвратно. Безвозвратно. Вот вы согласны, что время – это единственный ресурс, который невозможно возобновить? Да, не возобновишь, не купишь, не затормозишь. Как пик не поется у Пугачевой. Жизнь невозможна повернуть назад. Точно. И время ни на миг не остановишь. И ведь не вернешь, и не одолжишь, и подарить никто не может, если деньги можно какими-то другими путями добыть, да, то время – это такой ресурс, который никто не сможет… Невосполнимый. Да, и ни у кого нет больше, чем 24 часа в сутки, и ни у кого нет меньше этого же времени. То есть перед временем мы действительно все равны. Так. Ну вот представьте, деньги мы экономим, да, мы смотрим, где что вот купить выгоднее, дешевле, а со временем как? Ну не знаю, ты сейчас нас погрузила в пучину отчаяния, давай вытаскиваешь. Ну на самом деле, вот есть расхожее такое выражение, что время – деньги. Действительно так. Да, это время и деньги, и в то же время это больше, чем деньги. Это наша жизнь. Единственная и неповторимая. Так. Итак, куда оно исчезает, это время? Кто его поедает вообще? Ну вот уже и рассказала. Целый детектив, да? Ну самое основное – интернет, компьютеры, телевидение. Дурные привычки, может быть, нет? Я вам открою секрет. Если вы хотите узнать, кто поедает, посмотрите из-за зеркала. Спасибо. Я смотрюсь. Наше время мы транжирим сами. Даже если кажется, что это кто-то приходит, что это твои навязчивые знакомые, или может быть это члены семьи, которые постоянно занимают твое время, на самом деле все-таки задача лежит на нас. То есть это мы так выстроили отношения. Ну ты сейчас меня, знаешь, убила мечту кого-то обвинить. Я, может быть, хотела на кого-то свалить это и сказать, вот он, брак, я от него избавлюсь. А теперь от кого избавляться? От себя, что ли? Спасибо. И это освободительная мысль. Почему? Потому что логично, раз мы так построили свою жизнь, что мы теряем время, значит, мы можем и исправить. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Да, с этого места мы начинаем поподробнее. Есть очень простой способ. Он известен достаточно давно. Вы знаете, вот в нашей стране в 20-х годах была такая целая Лига Времени, председателем которой был сам Ленин. Хронос и хранитель его. Да, и они занимались научной организацией труда. Один из основателей и председателей этой Лиги Времени, его звали Платон Михайлович Керженцев. Ну, его настоящая фамилия была Лебедев, но это его большевистский псевдоним был такой, да? Он придумал такую систему, которая до сих пор изучается во всех наших управленческих школах. Она так и называется хронокарта Керженцева. Так. Ну, или вообще можно делать просто хронометраж. Это очень просто. Мы расписываем весь свой день полностью. Я читала, это совсем непросто. Я пыталась этому следовать. Товарищи, это невозможно все записывать за собой. Да это тоже время уходит. Действительно, какая-то часть времени уйдет, но это буквально одна строчка. То есть вот дату, вот поставил дату, время с 8 до 8.30, делим по полчаса. Записывать мероприятие, которое у тебя будет. Все, что ты делаешь. Каждый свой шаг. Вот, допустим, с 8 до 8.30 завтрак. С 8.30 до 9.00. Это по факту причем делается, когда ты уже делаешь. А, по факту. Для того, чтобы ты узнал, что ты делаешь в течение дня, ты начинал записывать. А что у тебя уходит время. Раз в полчаса ты садишься и отмечаешь, что ты сделал, что ты сделал. То есть ты постоянно в фокусе на этом времени. Так это все время там надо получить. Это такая шутка. Потом выясняется, что куча времени у тебя вообще на что. Ты планировал потратить 10 минут, в итоге на 40 минут куда-то залип. Вот. Вот в чем дело. Вот ты свои славные белые пятна. Этот учет как раз помогает нам увидеть, куда ушло время. Мы поговорили по телефону, попили чай, заскочили коллегам, тоже выпили там чашечку кофе, еще что-то, да. И вот как нельзя, говорят, стать богатым без учета своих финансов, также и найти потерю времени без хронометража тоже практически невозможно. Во всех бизнес-школах, управленческих школах учат этому методу. И мы каждый можем взять его на вооружение. Он ничего не требует. Только ручка, часы, и мы отмечаем, чем мы занимались. Есть, конечно, мобильное приложение, этот еще удобнее, да, просто ты используешь его, и все. Но дальше начинается самое интересное. Этот хронометраж мы делаем не один день. Мы занимаемся этим достаточно долго. Я понимаю, но я просто по себе говорю, что один день я кое-как выдержала, подумала, боже, что мой. В течение какого времени это нужно делать? Вообще идеально это делать как минимум неделю. Неделю. Как минимум неделю. Тогда у тебя клиническая картина. Тогда вся неделя уйдет только на это. Нет, нет, но зато клиническая картина будет весна. Да. Да. И ты видишь, что и куда у тебя ушло из твоего бесценного золотого ресурса. Видите, у нас уже время истекло, и начинается... Начинается реклама. Девочки, вот вы спросили, как долго. Я вам расскажу про одну историю. Очень известный ученый Александр Александрович Любищев вел хронометраж 56 лет. Боже мой. С 1916 по 1972 год он всю жизнь вел хронометраж. О, я полагаю, наследие у нас стояло огромное. Огромное наследие. И вы знаете, хотя вот кажется, что вроде это очень сухо, да, ты вот полностью весь в плане, в выполнении дел, в контроле, но на самом деле он, а уж кто может сказать об этом способе лучше, чем человек, который всю жизнь вел хронометраж, он сказал, что это наоборот дает действительно полноценную жизнь. То есть ему это самое, как дневник вести, что ли? Фактически можно сравнить с дневником, но он более подробный, потому что учитывается каждая минута времени. И вы знаете, интересно, что Любищев из вот этих маленьких, как он говорит, отбросов времени по 3-5 минут он изучил английский язык. С собой всегда носил книгу, учебник, и вот там, где ему приходилось ждать кого-то еще, он все дело учил. И то, что у нас пропадает просто так, он выучил английский язык, только, так сказать, используя вот эти вот маленькие отбросы, отходы времени. Здорово. Ну вот я, когда сутки продержалась, как говорится, день простоять до ночи продержаться, у меня это получилось, но, тем не менее, свободное время я не стала тратить на изучение какого-то языка, другого или еще что-то там, научиться что-то приготовить. Я взяла и стала больше читать того, на что мне не хватало времени. Я стала это распечатывать в рабочее время и читать в любую, как ты говоришь, 3-5 минут я достаюсь в широкой сумке. Я, кстати, тоже сейчас так делаю, да, в последнее время. Я, когда готовлю на кухне, ну это же моя фишка готовить на кухне. Это мое основное времяпровождение. И я включаю айпед, с собой беру его на кухню, и там, ну, разные семинары, мастер-классы, вот это и все, ну, как на слух. Девочки, и вот какие основные поглотители времени? Давайте их вместе перечислим. То, что вы нашли, и то, что вообще в целом. Когда-то у меня были социальные сети, это было всего один год, больше этого нет. Я как вошла, так и вышла из социальных сетей, меня там нет. Потом что это было? Это был сон. Я очень люблю поспать, особенно выходные. Ну, вообще называют очень много времени тратиться на неконтролируемого, на разные очереди, да, их заполняем чем-то своим. Кроме того... Какой я счастливый человек. Много времени уходит на страхи, на переживания. То есть я сижу и боюсь, как котенок гав, что ли? Нет, да, то есть мы отказываем дела и начинаем сомневаться вот в том, делать это, не делать, да, и растягиваем вот это время. Вообще мы знаем, что работа всегда занимает все время на нее отведенное, да? Да. Помните принцип Парета? Да, да, да. 80-20. 80-20. Да, это очень тоже полезно использовать. Много поглотителей времени, на самом деле, в основном мы сказали, что это из себя, да, то есть еще глубже мы идем. После того, как мы выловили вот их похорон на метражу, смотрим, какие же наши личностные качества приводят к вот этим вот потерям времени. Ну, у себя, допустим, я могу сказать, что это лень, потом неорганизованность, неправильное хранение информации, то есть я могу засорять там рабочий стол компьютера, или у меня очень много бумаг и книг. И вот таким образом мы находим те, так сказать, личностные качества, которые усовершенствовать стоит, и они улучшат и результаты нашей работы, сделают нас более эффективными. И вот у нас сегодня очень интересный гость, который своим примером, своими результатами как раз и может поделиться с нами как на практике реализовывать такую жизненную программу, которая не допускает потерь времени впустую. Ну да, потому что мы знаем гостя, она умудряется совмещать очень много социальных ролей и какие-то свои личностные интересы превратила уже в свои дела, в своей жизни. Многоедная мама. Да, да, да. Она успевает все, соответственно, человек, который так много успевает, может нам поведать очень много интересного. Это Вероника Дмитриевна Чупрова. Позвольте вас пригласить. А я пока удаляюсь на кухню. Тем более, что там запахло жареным. Вероника Дмитриевна руководит образовательным центром «Сократ», руководит благотворительной организацией для детей с психоневрологическими заболеваниями «Лучики света». Сама многодетная мама, журналист, творческий человек делится своим опытом. Когда вы все это успеваете? Я все это успеваю, потому что у меня есть четкий распорядок дня. Вы немножко об этом говорили, да? Конечно, он у меня тоже есть. Я не записываю, правда, весь свой день по минутам. У меня там отмечены только самые важные моменты. И то, что остается между ними время, это вот мое время, которое я уже могу расходовать так, как я хочу. Поэтому самое главное – это все записать, распланировать четко. У меня есть план на год, на месяц, на неделю и на день. То есть каждый день составляется план на сегодня, по воскресеньям план на неделю, так? У меня нет такого, что я вечером пришла, сидела, сделала, расслабилась и начала писать план на день, следующий. Нет, я это делаю в очередях, где-то в каких-то там минутках. Вот я, например, привела ребенка на… То есть когда есть свободное время? Да, например, полезное время. То есть я вот эти вот минутки трачу на вот это время. Например, я привела ребенка на секцию, час надо ждать, что час делать. Я либо быстренько написала статью куда-то, отправила, залезла в электронную почту, какие-то дела сделала, написала, ну, следующий день, все свои важные дела, распланировала звонки. Или записалась через интернет куда-то, куда мне надо по своим делам. Хорошо сейчас это есть, это очень экономит время. Даже к врачу сейчас не надо приходить в поликлинику, а можно записаться и прийти на конкретное время. А вот скажите, поглотитель времени, дела других людей или же отвлечение от основного своего дела? Как вы с этим справляетесь? Отвлечение. Нужно перестать отвлекаться. Я вам даже расскажу секрет. Есть у женщин интересная штука отвлекаться на уборку. Ну, вот я что-то уронила, наклонилась, пол грязный, и пошла там, помыла, тут почистила, полочку заодно протерла, все, час ушел. Поэтому, ну, это не значит, конечно, что у меня дома все время бардак, но я это делаю все по ходу дела, при этом не отвлекаясь на свои моменты. Вот, допустим, у меня в 10 часов там нужно идти на какую-то встречу. Значит, я утром быстренько все свои эти дела делаю по ходу, пошла чистить зубы, заодно полочку протерла. Но это несколько секунд. Понятно. То есть я не пошла там дальше мыть, на это есть свое время. То есть когда по чуть-чуть, по чуть-чуть, то в целом-то оно не загрязняется, так? Нет. И вот у меня нет такого, что я там, у меня один день, генеральная уборка с утра до вечера. По субботам. Убитый день называется. У меня такого вообще не бывает. Это семейный день, куда вместе куда-то поехал. То есть все по ходу дела делается. В выходные надо отдыхать. А вот скажите, допустим, встречи с коллегами, перерывы на чаепитие. Вот очень много времени уходит на то, чтобы только разогнался, только набрал скорость в каком-то деле, пришли, отвлекли. Да. Как вы с этим справитесь? Вот на чаепитие уходит много времени, причем, знаете, везде. Пришла в поликлинику, в регистратуре чай пьют. Подождите, сейчас мы вам карточку дадим. Вы тут пока постойте. Пришла в редакцию к коллегам, садись чай пить. Или еще куда-то там. Поэтому я на такие вещи категорически не отвлекаюсь. Мои друзья уже знают, что мне звать бесполезно, я не останусь. Даже деловые встречи, если я прибегаю в кафе на встречу, я себе ничего не заказываю, потому что мне надо срочно появиться там. Вот. Это совершенно я поддерживаю, потому что мне повезло на работе. Чай у нас никто не пьет, в общем-то. Мы только работаем. Это такое удивительное место, мы только работаем. Как это такое? А вообще еще очень интересно, такой совет есть, что много времени похищают телефонные звонки. Ты вроде бы настроился опять же, занят, и звонят люди, приходят сообщения, еще что-то, да? Да. Ну, без телефона я, к сожалению, жить не могу. Тем более у меня работа такая, у меня в телефоне все. Но для этого, ну, во-первых, я отвечаю на звонки только, допустим, своих родственников, близких, если что-то важное. Притом они знают, что меня нельзя беспокоить. Это выглядит так. Алло, что-то важное? Нет? Я перезвоню. Или перезвони в воскресенье. Нет, это гораздо жестче. Что надо? Потом перезвоним. Вот у кого нужно поучиться, как говорить людям. Все. И тем более я не сижу в чатах. И никто не обижается, самое интересное. Ну, нет, они уже знают, что если что-то я перезвоню потом. Я не сижу в чатах, я не отвечаю на WhatsApp-группы, только вечером сажусь и просматриваю там школьные, садиковские. Если что-то важное нет, так у меня там стоит везде беззвучка, поэтому я не отвечаю, до меня дописаться практически невозможно. А во скольких WhatsApp-группах вы состоите? Честно скажу, их много, потому что там по работе несколько вынуждено садить. Из-за детей есть. Потом, да, какие-то общественные группы тоже есть. Конечно, их много. Да, и вот это очень важно, выделить время конкретно для работы. И во время работы, ну, кроме экстренных звонков от родственников, ничего больше. Нет, у меня на экране вот появляется, допустим, да, вот, что WhatsApp пришло. Я смотрю, откуда. С какой-то группы сразу убираю, даже не открываю. Потому что труднее всего это начать действовать, да. Как только ты отвлекся... Все, затянуло. Да, начинается опять по новой входить в это дело, и все время она уходит на раскачку. Поэтому вот эти прерывания, это есть очень большой поглотитель нашего времени. Поэтому, да, беззвучный режим, ну, для меня это, например, спасение. Да. Ну, кроме того, телефон же может еще и сэкономить время. Да, да, это и сэкономит. То есть с помощью полезных приложений, как у меня, например. У меня есть полезные приложения, и мой телефон, это вообще все. Там не только фотоаппарат, да, это еще банк. Так. Это еще электронный кошелек. Это еще блокноты. Вот сейчас супер штуку я для себя год назад открыла, я активно ее пользую. Это аудиоблокнот Voice Note. Ой, у меня тоже есть. Мне Оля открыла этот секрет летом, вообще спасибо огромное. Столько времени сэкономило, что ты можешь наговорить, и все это в текст преобразуется. Это для меня очень удобно. Супер. Я даже так статьи пишу. То есть я где-то по ходу быстро расставила. Вы пришла от ее сразу. Самое главное, потом все ошибки исправить и расставить знаки припинания. И на вот это вот время не тратится. А у меня вот нет. Я бы, заново, скопировала, туда отправила, все, готово. Очень удобно. Большое спасибо. Очень интересные и полезные рекомендации. А вот скажите, что касается инвестирования времени? Потому что если мы говорим, что это даже дороже, чем деньги, во что инвестировать время? Ну, конечно, в обучение. В самообучение прежде всего. Вот я услышала у вас краем уха, что вот английский учил человек, да, вот в каких-то маленьких перерывах, отрезочках времени. Я тоже этим занимаюсь. Надо, да, надо на вооружение жить. Я уже книги читать, и тренинги, семинары. Вот у меня по моей общественной работе очень часто предлагают какие-то семинары, тренинги, но нет времени на них ходить совершенно. Поэтому я все записи потом просматриваю, читаю. А как начинается утром многодетная мама? С чего? С криком. Потому что нужно детей в садик растолкать, его везти, никто не хочет, все упираются. Ну, надо. А какой-то совет человеку, который погряз в своих вот делах, у которого накопился ворох невыполненных дел, ему что делать в первую очередь? Ну, прежде всего, нужно расписать все-таки, распланировать, без плана вообще никак. Нужно расписать на суперважные дела, важные, ну, не очень важные, и то, что можно сделать как-нибудь потом. И главное, не отступать. И то, что если и от этого отступить, то уже все. Все, уже погрязни. Спасибо, Вероника Дмитриевна, большое. Я думаю, что вот это вот планирование, да, и приоритизация дел, то есть правильно расставить приоритеты, что срочное выполнить. Нет, нет. Мы как-нибудь об этом тоже поговорим, да? Спасибо большое. Спасибо, что нашли в плотном графике время и для нас. Спасибо. Ну, а мы прерываемся, опять же, на важное, на рекламу. Возвращаемся вновь в студию программы «Город женщин». Говорим мы сегодня о времени, о том, кто его ворует, как этому противостоять. Но я хочу немножко вашего времени все-таки занять на полезную информацию, потому что каждый все-таки своим временем распоряжается по-своему. Так, например, Лена Токсанбаева из Казахстана. Она считает, что возраст путешествиям не помеха. Ей 80 лет, на секундочку, и она активно путешествует. Сейчас она об этом расскажет. Абсолютно не понимаю, в чем такое большое событие, что я путешествую. Это может абсолютно каждый, я считаю, кто способен передвигаться. Испания, Греция, Израиль, Германия, Австрия, Греция. И это еще не полный список стран, где побывала Тамара Соломоновна. Инженер-акустик по профессии, любимая мать, бабушка и прабабушка, наша яркая и очаровательная героиня, любит путешествовать со студенческих лет. Сначала это были походы в Мурманск и Кольский полуостров, а затем и серьезные сплавы. Путешествовать по России в солидном возрасте Тамара Соломоновна начала еще в 2014 году. Тогда выбор пал на Сахалин. Втайне от всех она купила билет на поезд и умчала навстречу приключениям. Я это держала в секрете, потому что, сами понимаете, они бы могли меня и не отпустить, и все. А когда я уже поехала на Камчатку, так мне уже дочка брала билет, все. А теперь уже они просто радуются. Радуются, гордятся мной. На счету уже Сахалин, Камчатка, Приморье, Бурятия, десятки остановок и новых мест. И везде Тамара Соломоновна путешествует одна. Индивидуальный трип по своим запросам и желаниям. И вот в 2017 году путешественница поехала на Чукотку. Оттуда в Магадан и далее она приехала в Якутию. И дальше на Байкал. У меня было недорогое путешествие, потому что для такого преклонного возраста и для молодежи большие скидки. Все это достаточно недорого. Кроме того, я же работаю. Несмотря на такой возраст, я работаю достаточно энергично. В дорогу Тамара Соломоновна взяла лишь самое нужное. Теплые вещи, предметы первой необходимости и каши быстрого приготовления. Это вот вы с ним путешествуете? С ним путешествую и с чемоданом. Потому что я ехала и на Север, и на Байкал. Но я оставляю, а потом вот с этим рюкзаком хожу. В столице республики нашу героиню покорило все. И дома, и трубы над землей, и море цветов, летняя красота якутска и, конечно, культура. Мне очень понравилось, что большинство населения якуты. И надписи, и все это на якутском языке. Есть якутская культура. Стоит памятник якутским поэтам. Разговаривают люди между собой и даже с детьми по-якутски. Тамара Соломоновна посетила окрестности Якутска. Увидела песчаные барханы. Съездила в Кирюлюр и Булус. А как она поднималась на ленские столбы, и сколько теплых воспоминаний у нее осталось, просто не передать. И где бы ни оказалась наша героиня, она всегда и везде встречала только хороших и добрых людей. И путешествовать это несложно. Если ты идешь к людям с добром, то всегда получишь отклик. Тебе всегда помогут, даже если ты не будешь просить об этом. Большая ошибка, которую мы можем совершить, это мысли о том, что с годами жизнь становится менее яркой и красочной. Тамара Соломоновна доказывает обратное. Я бы хотела, конечно, еще ездить и ездить. У меня большие планы. Но, сами понимаете, загадывать мне в моем возрасте все-таки не стоит. Но первое, куда я бы поехала, я хочу вернуться в Якутию. Специально для передачи «Город женщин». Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Ну, как и было сказано, бережешь свое время, получаешь хороший результат. Ведь так? Да, для того, чтобы жить жизнью своей мечты, достигать своих целей. Для этого мы и планируем свое время, бережем его каждую минутку, стараемся использовать эффективно. Именно для того, чтобы жить жизнью своей мечты. Потому что мы привыкли, ну, как привыкли, нас приучили к мысли, что деньги – это очень важно, что нужно инвестировать, хранить, беречь и приумножать. На самом деле, все-таки время, этот ресурс гораздо более ценный. Да. А сейчас, кажется… А сейчас я хочу поинтересоваться, чем нас будут кормить, а? У меня давно… А вот это мы сейчас узнаем. И сегодня в нашу вкусную рубрику на нашей телевизионной кухне я пригласила многодетную мамочку, красавицу и умницу Майю Сыроватскую с дочкой Аурикой. Проходите. Ух ты, какие гости. Ой, какие вы красивые. Покажитесь, пожалуйста, пусть наши телезрители оценят. Аурико в парточках. Да. Проходите. Так. Угу. Аурико, мы сюда. Оп. Какая помощница. Привет, Майя. Добрый день, Ирина. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить очень простое домашнее печенье, которое можно готовить с детьми, как раз-таки, да, с маленьких возрастов. Аурико, тебе сколько лет? Пять. Да ты что, какая большая. Маме помогаешь на кухне, да? Да. А какое твое любимое блюдо? Тортики. Тортики. Ой, как здорово. Так, значит, сегодня мы будем готовить печенье, да. С каких ингредиентов у нас готовится тесто? Тесто у нас очень простое, да, тесто на сгущённом молоке. Для этого нам понадобится 4 яйца, сода, банка сгущёнки. Для любителей более сладкого можно добавить сахар и муки, сколько возьмёт тесто. Далее, ну, тесто мы уже приготовили дома. Тесто мы приготовили. Так, и потом мы его... Сейчас будем раскатывать. Начинаем. Мы раскатываем тесто. Майя, расскажите о себе немножко. Сколько у вас детей? Мы с мужем воспитываем 4 детей. У нас 3 сыночка и лапочка-дочка Аурика. Самая младшая Аурика? Нет, у нас самый младший сын, ему 10 месяцев, а Аурика у нас третий ребёнок. А, боже мой, совсем. Почему? Порует наше время, и мне вот интересно, как вы справляетесь с воровством времени? Потому что она наверняка присутствует в жизни многодетной мамочки. Да, да, кстати. Да, конечно. Как уже Ирина ранее сказала, это, конечно же, интернет у всех молодых мамочек, да? Есть, когда в свободное время, то нужно обязательно зайти на страничку в Инстаграм. Но, тем не менее, там нужно найти много интересного. Да, да. Действительно, вот у меня, например, да, на страничке в Инстаграм, куда я подписана, это кулинарные, да, странички. Клуб «Вкусная шкатулка рецептов». Вкусная шкатулка рецептов, это вообще самое первое. А я ещё была подписана в группе, когда была ещё в социальной сети ВКонтакте. С тех времён, как бы, мы с Ириной даже знакомы с 2000... Какого года? Сейчас точно не скажу. Но это было на благотворительном фуршете, который мы организовывали с хозяюшками, с нашими, да? Майя пригласила нас. Да, я обратилась к Ирине. Мы как раз готовили благотворительный вечер для детей из детского... О, из Максоголовского детского дома. А Ирина пошла нам на встречу с хозяюшками, накрыла такой шикарный стол. Дети так были рады, вообще у них такие счастливые глаза были. Это был фуршет, наши девочки готовили. И не раз, кстати, да, для ветеранов мы тоже делали. Майя, вот, когда, будучи не в декрете, она очень активно занималась общественной деятельностью, общественной организацией «Город добра». Да. Ну и сейчас, как бы, когда есть свободное время, многодетные мамы вообще, если так, да, они очень активные в основном. Я вот, сколько знаю многодетных мам, очень много активных мам, и поражаюсь, и все тоже знакомые. Многие говорят, ну, откуда у тебя столько времени, да, ты, наверное, вообще не спишь, там, и так далее. Не знаю, это какое-то предвзятое отношение. Особенно, когда это начинается время Нового года, или СЭХ, да, я начинаю шить всем своим детям костюмы, и тогда, конечно, все удивляется. Девочка, а вы знаете, что считаются лучшими руководителями именно многодетные мамы? Потому что у них уже в крови. Они на практике впитали. Руководители, да, все в правилах менеджмента, управления персоналом. Да, мы всегда знаем, как четко сформулировать задачу, так, чтобы ребенок ее понял. Я тоже, как многодетная мама, это могу подтвердить. А вообще, вы знаете, что дети... Оля, у тебя сколько детей? Да? Четверо? Да ты что? Что вы прямо пейте, это говорите? Я первый раз об этом слышу. Ничего себе, да ты мать-героиня, оказывается. И знаете, это секрет, ведь очень известный о том, что дети увеличивают время. Время, проведенное с детьми, оно растягивается. Оно растягивается, и ты сам как будто бы живешь несколько жизней. Конечно, за полчаса. Я считаю, много детей это прекрасно. Успели и подраться, и помириться, и упасть, и переодеться. Да, да, да. Разве взрослый человек успеет за полчаса что-нибудь такое? Не успеет, но вместе со своими детьми может успеть. Так, что у вас там получается? Получаются красивые печеньки, а мы их потом будем жарить в растительном масле, да? Да, да, в растительном масле. В сковородочку можно высокую кастрюльку, да? Очень быстро готовить сюда, очень быстро. И из такого же теста делаем пучки. А можно посмотреть эти формочки? Конечно, можно. Они такие интересные. У нас тут есть... Так, что у нас? У нас тут есть такая интересная формочка, да? А это что? Вот это что? А, человечек. Это новогодняя. А, имбирный человек. Смотрите, что у меня есть. Вот эта вот штучка убирается. И? И в нее можно... А, смену. А, смену. Да, вот так. Очень удобно. Вот такие вот разные формочки. Квадратики, кружочки, треугольники. Красивенько-то как-то. Сердечки, да, это все можно приобрести в магазине Тескона. А если не сильно надавить, может быть, она и может скреплять? С начинкой их делать. Да. Да, кстати, тоже можно. Допустим, ножиком вот так вырезать, да, можно попробовать. А потом их скрепить. Точно, слушай, ты права. Какие они прямо? И вот у нас пирожки в виде сердечка тогда. Ну, в данном случае. Да, да. И спирожки. Нет, можно сделать, да. А там спецчеловечек имбирный. Елочки. Тесто у нас как у хвороста, да? Да, как у хвороста. Ну, из этого теста тоже и хворост, и бонщиками тоже делаем. Елочка. Слушайте, к Новому году же уже скоро готовится. С вожделением. Не смотрю на то, что у нас получится. Не за горами. Так, ну, по нашей теме, вот ты провела расследование такое хорошее, да? Выяснилось, что очень много у нас того, что ворует наше время. А исходит это от нас, от того, что у нас есть какой-то вот, ну, скажем так, недоработка, да, наша вот личная. Если мы с нею поработаем, то тогда решится вся вот эта вот ситуация с тем, что время уходит просто так. Ну, а с недоработками работать, как мы уже узнали, простите за тавтологию, то есть это свои недостатки превращать в плюсы, или избавляться от них, или как-то их минимизировать. Не учиться говорить нет. Это очень важно. Мы перед передачей говорили о том, что часто время уходит из-за того, что нет у нас у меня говорить нет. Давайте скажем нет. 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 Ну, а в нашей рубрике «Вкусная шкатулка» в самом разгаре печенье. То есть мы печем это печенье, опять тавтология, да что ж такое-то? Не знаю, как это. Мы жарим на растительном масле. На растительном масле. А мы можем его в духовочку? В духовочке тоже можно, да, Майя? Да, можно. А вы как предпочитаете ваше семейство? Мы быстрее жарим на масле, да. Потому что действительно это печенье печет, жарится вообще быстро. Буквально минутку. А еще что можно из этого же теста? Вот печенье, да, его можно и жарить, и печь. Можно еще хворост. Хворост. Так. Можно еще пончики, да? Да, можно пончики. Детям вот как раз очень-очень нравится, да, пончики вот украшать. А мы также вот, можно растопить шоколад, да, и просто обмакнуть, пусть даже это будут не калачи. А, кстати, вот многие хозяюшки интересуются, как делать шоколадную глазурь? Майя, поделись своим секретом. Шоколадную глазурь? Ну, я делаю в нескольких вариантах, да. Обычно, если это на скорую руку, я делаю в микроволновке шоколад разлома, ставлю в микроволновку, и пока, когда он растаял, пока он горячий, я вливаю туда молоко, и очень быстро, тщательно нужно... Молока сколько? А мы всегда на глаз делаем. На глаз, да? И целую плитку шоколада? Нет. Нет, не целую. Половину? Половинку. Так, половинку шкафа. Аурика, ну-ка, давай с тобой печеньку сделаем. Как ты умеешь? Покажи, как? Тихо. Так. Ух ты. Новогодние печенья от Аурики. Печенье очень маленькие. И девочка. Аурика очень любит украшать печенье. Мамин помощница. Аурика все время помогает, да, на кухне? Да, все время. А у Рика и наш средний сын Артем. Как я начинаю что-то готовить, так они вдвоем всегда сидят тут. А теперь давай его покажем. Давай покажем, что у нас Аурика сделала. Давайте его уберем. Очень красиво, да. А как... Аурика, наверное, будущий фифор, да? Аурика, кем ты хочешь быть? Нет, Аурика у нас хочет быть стоматологом. Стоматолог? А, да, девочка. Да, это какая серьезная. Это да, покажи Аурику, что получилось. Девочки, а это печенье долго может храниться? Аурика, ну-ка, покажите. Ну, у нас в доме оно долго не хранится. Смотрите, что у нас получилось. Знаете, что... Вот какая елочка красивая. По нашей части, вот, по сбережению времени, можно ли приготовить этого теста много и заморозить? А потом доставать? Да, конечно, можно. Отлично, отлично. Вот, пожалуйста, еще один рецепт, подсберечь время. Вообще-то важно готовить... Пирожное тесто можно заморозить. Заранее. А дрожжевое можно заморозить? Какие-то вещи, что можно приготовить заранее. Да, но иногда дрожжевое, конечно, можно заморозить. Главное не забыть, потому что что-то делать. Во-первых, не забыть, и даже медовое. Это уже каменная стандартная. И потом можно сделать из него медовые тортики, пирожные, печеньки. Вот у хозяюшек ничего не пропадает, они ничего забывают. Медовые тортики – это одно из любимых блюд, да, можно сказать? Кстати, я хотела спросить, вот, ваше семейное блюдо любимое какое? Когда вы собираетесь все на кухне, все в шестерон, да, получается, и что вы готовите? Это, конечно, пирожки. Пирожки у нас вообще не только, как бы, в выходные дни, да, в общем, на любой праздник у нас обязательно должны быть пирожки. Это, не знаю, наверное, традиция идет еще от нашего папы. Пирожки каждый день? Нет, не каждый день. Имеется в виду на праздничный стол обязательно должны быть пирожки. Ну, мы согласны, да? Мы согласны. Мы согласны, по республике все на празднике готовы пирожки. Да, да, да. Просто лачинка у всех разная. Ну и тесто немножко отличается. Давайте мы с вами сейчас немножко отличаемся, потому что есть, у нас тоже есть славная традиция. Мы, например, очень любим сюжеты, которые нам делает Митя Ефимов. Он нас так радует, он нас так смешит. Мы с тобой пойдем сейчас на место, наверное. С криком хорошо пойдем на место. А вы не отвлекайтесь от экрана, потому что сейчас будет действительно хорошо, интересно и смешно. Всем привет! С вами Митя Ефимов и рубрика «Хорошо!» Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Наша рубрика развивается, и я начинаю получать от вас обратную связь. И вы очень часто спрашиваете, как можно быть таким позитивным? Откуда ты черпаешь этот позитив? Друзья мои, все очень просто. Наш организм, наш мозг так устроен, что как только мы хотя бы чуть-чуть начинаем улыбаться, поступает сигнал в бок, что хозяину хорошо, и он начинает вырабатывать эндорфин, и чего настроение у вас улучшается. Но как же этого достичь, спросите вы? Как можно это делать каждый день? Да легко. Я вам расскажу сейчас одну историю. Вот. Я специально не просто взял телефон, ведь что такое счастье? Счастье – это состояние души, когда вам хорошо. И я каждый день записываю свое «хорошо» у себя в заметках. Например, сегодня позвонил друг, сказал, что у него родился ребенок, и я пишу «хорошо». Или сегодня я встретился с друзьями, мы сходили в парк, погуляли «хорошо». И вы пишете это каждое «хорошо» у себя в заметках. После этого вечером вы возвращаетесь домой, открываете свой ежедневник, я называю это блокнот «хорошо», и начинаете смеяться. Сегодня разговариваю с мамой. Сегодня уступил бабушке из метро, и она сказала мне спасибо, сынок. Для того, чтобы начать смеяться самому в одиночку, вам просто нужны события. Я вам настоятельно рекомендую. Ищите эти события вокруг себя. Формируйте внутри себя это хорошо. Как только вы заведете себе этот блокнотик «хорошо», на 20-й день, я уверен, у вас этих «хорошо» будет 20, 30, 40. И не заметите, как через 20 дней ваша жизнь изменится, и все у вас в жизни будет хорошо. Я уверен в этом. Сегодня у нас в гостях Раиса, и Раиса у нас сегодня что? Опоздала. Опоздали. Здравствуйте. Мы попали в ужасные бордовые пробки. Мы разговаривали с Раисой, и я говорю, Раис, чтобы вы не грустили в пробках, я вам покажу один лайфхак, который я периодически делаю, когда вожу машину, и настроение в пробках на нуле. Вы просто садитесь, берете руль и начинаете делать так. Давайте вместе возьмем руль. Мы делаем так. Еще я вам обязательно рекомендую, женщины, особенно вам, когда вы готовите, вы делаете специи, вы не просто сыпьте соль, а делаете так. Вспомните, да, эти пирожки от бабушки или пирожки от мамы. Почему? Потому что они были приготовлены с любовью, они были приготовлены со смехом. Спасибо, Раиса, что вы пришли к нам. Надеюсь, что вы будете приходить чаще. Надеюсь, и я. Спасибо большое. Друзья мои, ну, вот такие вот сегодня упражнения и лайфхаки. Надеюсь, вам все понравилось. Чаще смейтесь, пожалуйста, смейтесь чаще, делитесь своими близкими, домочадцами. Делайте каждое утро. Алло! И тогда жизнь наладится, и все у вас будет хорошо. С вами был Микки Ефимов. Пока! Вот уж действительно хорошо. И добавилась новая идея. Теперь мы плакнуто записываем не только то, что делаем, но и прибавляем. Хорошо, я полагаю. Это действительно хорошо. Выловить то, что тратится наше время, и потом его заменить чем-то, что хорошо, что наполняет смехом. Это наполняет радостью и вкусом в нашу жизнь. Да, кстати, о вкусе. Что там у нас на кухне? Пахнет вкусно. А у нас уже готово печенье. Мы еще раз повторим его рецепт. Майя, у нас идет банка сгущенки. Банка сгущенки. Сода. Четыре яйца и мука. Четыре яйца и мука. Сколько возьмет? Можно жарить на растительном масле, а можно выпекать в духовке. Так. И мы еще... Самое любимое занятие у Рики – это украшение печенья, да? Вы посмотрите, как аккуратно у Рика выкладывает наши сердечки. Тут уже фантазия детей. Молодчинка. Какими конфетти они хотят украсить, да? Можно печенье... Вот, получается, разные печеньки, да? Любых формочек. Печенье можно просто засыпать в сахарной пудрой. А если мы шоколадной глазурью, то можно украсить любыми конфетти. Также ММДЭМСа. Это детей развивает же, да? Когда на кухне они что-то готовят. Ну и все-таки совместно проведенное время с детьми, оно бесценно. Спасибо, Майя, что вы сегодня пришли. Спасибо, Аурика, что ты к нам сегодня пришла. Спасибо большое за приглашение. Очень здорово. Аурика нас сегодня, наверное, угощать будет, я чувствую. Да. Ну, подходите, будем пить чай. Да, сейчас два слова буквально я скажу о магазине косметики Skin Time. Это волшебная корейская косметика, модные европейские и американские марки, индивидуальный подбор ухода для каждого клиента. Ну и что говорит Skin Time? Ваша красота, наша работа. Ну что, время пробовать, я так чувствую. Пробуем. Майя, я еще хочу подарить вам последний осенний номер нашего журнала «Вкусная шкатулка рецептов». Ну, наверное, ты об этом знаешь. Спасибо большое. Сборник рецептов якутских хозяюшек. Ух ты. Это, кстати, тоже, наверное, сэкономит время, да? Конечно. Там у нас проверены рецепты, доступные из продуктов, которые продаются в наших магазинах якутских, поэтому это очень может облегчить работу. А можно нам вот самое вкусное сюда? А сейчас можно вот посмотреть, посмотри, что творится. Пустота-то какая на наших глазах. Вкуснота-то какая. Я не знаю, я вот не принадлежу, к сожалению или к счастью, к тем хозяйкам, у которых все так быстро получается. Я вот на детей переложила. Аурика. Это правильно подход к делегированию. Ну, на самом деле, да, я просто делегировала. Кто-то убирается, кто-то готовит. Мама читает. У Майи вот тоже уже растет, кому можно делегировать печенье. Ну да, ну что мы сегодня очень важное узнали? Сегодня мы узнали, как делать планирование своего времени изнутри, как свое, конкретно свой день проанализировать, как провести хронометраж, выявить тех поглотителей времени, которые вам свойственны. Выявить и обезвредить, я бы сказала. И потом обезвредить. Да, либо вообще их убрать, мы сказали, да, либо как интернет использовать на пользу. Я хочу сказать, нужно отбросить все сомнения и страхи. И идти только вперед к достижению своих целей. Отбросить все лишнее и заниматься главным. Правильно. Чтобы отбросить лишнее, нужно его сначала выявить. Вот мы его сегодня и выявляли. Кстати, вы можете тоже попробовать это у себя дома хотя бы один день, но лучше неделю. И после, когда клиническая картина будет ясна, вы уже с легкостью справитесь с задачей, на что тратить ваше драгоценнейшее время, которое никогда не восполняется. Но нашу передачу, нашу программу ни в коем случае не прекращайте смотреть. А вы можете делать что-то полезное параллельно, например, стряпать. Пока. Счастливо.